Теперь к другому событию, похоже, в насквозь прогнивших структурах силовиков наметился новый тренд по затыканию ртов блогерам и журналистам. Вы помните громкий арест Владимира Воронцова, создателя телеграм-канала «Омбудсмен полиции»? Вы помните, его сначала обвинили в вымогательстве, а потом в довесок нарисовали обвинение в распространении порнографии. Так вот, в начале августа были арестованы по сфабрикованному делу якобы о вымогательстве. Журналисты Ян Котелевский и его коллега Александр Дорогов задерживали их жестко, с применением силы, с избиениями. И они сидят в СИЗО до сих пор. Сейчас вы услышите рассказ жены Яна Котелевского, Марии, о том, в чем же, собственно, виноват ее муж, кому он перешел дорогу вместе со своим коллегой Александром Дороговым. И как на мусорской кухне стряпалось это дело. Любители совка, вы оцените нео-сталинские репрессии, да? Произнесите дежурную фразу, у нас просто так не сажают, нет дыма без огня. Вот произнесите это и будьте прокляты. Мария, здравствуйте. У меня к вам сразу же такой вопрос. Да, вот наступили такие нео-сталинские времена, когда очень часто теперь говорят, у нас просто так не сажают, нет дыма без огня. Я очень сочувствую вашему несчастью и хотел бы разобраться в ситуации, которая вас постигла. Чем занимался ваш муж до задержания и в чём его обвиняют силовые структуры? Знаете, тут дело не только в моём муже, кроме него ещё есть такой журналист, как Александр Дорогов. Они, собственно, можно сказать, что они были напарниками. Они занимались расследованиями, расследовали коррупционную составляющую в основном в деятельности правоохранительных органов. Ну, наступили кому-то, видимо, на грабли, на хвост. Кому-то наступили. Мы даже предполагаем, кому. Собственно, вот преследование, которое происходит сейчас, это результат, я считаю, их профессиональной деятельности. А что такого они сделали, что на них обратили внимание, да ещё столь жёстким образом? Когда всё случилось? Вы знаете, где-то, наверное, с 2019 года они начали расследование в отношении сотрудников полиции, а в частности сотрудников полиции 14-го батальона ДПС по Московской области. И конкретно в отношении определённого сотрудника по фамилии Горохов. И вот этот Горохов, он чем не понравился журналистам? Что они там против него стали копать? Александр и Ян, они работают в полях, и вот в частности они освещают деятельность ДПС нашей российской полиции, которая по закону является гласной, которая подлежит обсуждению. И один из критериев оценки, наиболее важный, это оценка со стороны общества, оценка деятельности полиции. Собственно, в процессе очередного наблюдения за сотрудниками полиции попался такой экипаж во главе с сотрудником Гороховым. Они выпустили сюжет о его поведении, не очень адекватном. И в адрес журналистов стали приходить сообщения от зрителей. Они выкладывали свои сюжеты, помимо прочего, на своих каналах в YouTube, то есть в своих видеоблогах. И вот им стала приходить обратная связь касательно конкретно этого сотрудника полиции Горохова о том, что он нечестна руку, и он фабрикует административные дела по пьяным статьям. То есть либо отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состоянии алкогольного опьянения. Понятно. Они выложили это в своих блогах в YouTube. В общем, помимо этих сообщений, также начали приходить сообщения от подписчиков YouTube-канала о том, что у господина Дорогова имеется некое имущество, которое не могло быть заработано на службе в полиции, на зарплату в полиции. И вот по этому факту Александр Дорогов и Ян Котелевский провели отдельное расследование. У них был выпущен целый сюжет по поводу имущества этого инспектора. И вот после этого я считаю, что данный инспектор начал строить план мести. Другому это назвать нельзя. В отношении журналистов первая ласточка это была, когда в августе 2019 года, как оказалось, об этом мы только сейчас узнали, как оказалось, что мой муж Ян Котелевский, он из хулиганских побуждений повредил некий дорогостоящий автомобиль. Вот в связи с этим возбудилось дело по статье 167 Уголовного кодекса Российской Федерации и 29 июля мой муж был задержан по этой статье, помещен под арест. Вот. А все это время... А это вообще адекватная мера пресечения? Потому что как бы шли годы, смеркалось, и тут вдруг обнаружили... Смотрите, какая ситуация. Уголовное дело, оно было возбуждено в отношении неустановленного лица. Но когда Ян и Александр продолжили свое расследование уже немножко в другом направлении, более опасном, как я считаю, это в отношении похоронного бизнеса в московском регионе и в московской области, вот здесь уже, как оказалось, выяснилось, а кто же это лицо, которое повредило автомобиль. И этим лицом оказался мой муж. То есть звезды сошлись. Вот. Кроме этого дела по 167-й статье Уголовного кодекса в отношении Александра Дорогого возбудили 163-ю статью Уголовного кодекса. Это вымогательство. Вымогательство в особо крупном размере, по-моему, пункт Б, часть 3 статьи 163-й. К этой же статье в настоящее время привлекается и мой муж. Возбудили ее по заявлению того же самого Дорогого. Горохова. Того же самого инспектора Горохова, который в настоящее время является потерпевшим по этой статье. А вот по предыдущей, о которой я говорила, по повреждению имущества, данный инспектор является главным свидетелем. То есть все-то он знает. Он и свидетель, он и потерпевший, сам пью, сам гуляю. Понятно. И на каком сейчас, на какой стадии это дело находится? Что сейчас происходит с вашим мужем и его коллегой? В настоящее время они оба находятся под заключением, под стражей. Александр Дорогов находится в СИЗО номер 5 города Каширы. До этого он находился в СИЗО номер 7 города Егорьевска, где его избили. уже спустя какое-то время после перевода в это СИЗО избили жестоко, по словам его адвоката. И нападавшие, прежде чем начать избивать, они проговорили о том, что тебя привет, сам знаешь от кого. Снимаешь, получай. Вот так они сказали ему. Медицинская помощь ему долгое время не оказывалось. Об этом происшествии удалось узнать только спустя 10 дней. Все это время не могли найти, где он находится. То есть ни адвокаты, ни родственники не могли добиться от следователя информации о местонахождении. А сейчас ему что-то угрожает? Его перевели в Каширову. Его перевели сейчас в другое СИЗО. И представляете, как получается. Мы узнаем о том, что человек, возглавлявший избиение в камере, он сейчас переведен следом за Александром в другое СИЗО. Мы считаем, что Александру сейчас грозит опасность для его жизни. Мы не знаем, чем дело может кончиться. Поэтому хотелось бы огласки, мы хотели бы действовать на упреждение, потому что что мы хотим руками, когда что-то уже случилось. У вас есть сейчас возможность обратиться к правоохранительным органам, допустим, даже через наш канал, потому что у нас достаточно большая аудитория, вы можете обратиться в вышестоящие какие-то инстанции через нас. Может быть, услышат. Обращаюсь я к вышестоящим руководителям, к руководству Следственного комитета, к руководству Генеральной прокуратуры Российской Федерации о том, чтобы провели проверку по изложенным жалобам, которые поступали неоднократно и от разных лиц в ваш адрес, чтобы вы взяли дело на контроль, чтобы не было возможности у сотрудников МВД, у которых в производстве долгое время находилось это дело, то есть у лиц, которых журналисты обвиняли в преступлениях, у них же находилось это дело в производстве. Это как вообще понимать? Но сейчас есть информация, что данное дело передано в Следственный комитет. Эта информация пока не подтверждена. Надеюсь, что она соответствует действительности. Официально не подтверждена. Хотелось бы, чтобы разобрались в данной ситуации, потому что мы считаем, что дело полностью сфабриковано. Дело по аналогии с Иваном Голуновым. Единственное, что за Иваном стояли сильные редакции, которые могли его поддержать. А Александр Торков и Ян Котелевский являются журналистами не такого большого издания, не с таким огромным охватом, да и проблемы местного значения. Однако, как мы видим, последствия довольно серьезные. И вообще, статья, по которой они обвиняются, 163-я, это такая интересная статья, которая, как мне кажется, она может прийти на смену 282-й, 228-й статьи, это по экстремизму и по подбрасыванию наркотиков, потому что по данным статьям нужно собирать хоть какие-то доказательства, нужно что-то подкидывать в виде запрещенных каких-то веществ, а вот 163-я, она очень удобна, достаточно чьих-то слов. Ну, на самом деле, это по этой же статье обвиняют Владимира Воронцова, например, по телеграм-каналу омбудсмен полиции. Кстати, Мария, а YouTube-канал Яна Котелевского еще существует? YouTube-канал Яна Котелевского, он был удален, кстати, накануне его дня рождения, он был удален 4 августа, уже после его задержания, после изъятия всей техники, по всей видимости, доступ к каналу был получен определенными органами, определенными сотрудниками, определенными сотрудниками определенных органов, и кому-то, кому-то нужно... Кому-то нужно было это удалить. Именно закрыть журналистов, именно под стражу, именно под арест, чтобы закрыть им рот, и вот... А какие последствия вы теперь прогнозируете, Мария? Какие последствия вы теперь прогнозируете, к чему готовитесь? Я не берусь ничего прогнозировать в наших реалиях, Александр. Сами понимаете, я, конечно, надеюсь на то, что будут наказаны виновные, а невиновные будут освобождены, будут сняты все обвинения. А виновных я имею в виду тех лиц, в отношении которых ребята проводили расследование, в отношении которых писали многочисленные заявления и обращения в определенные структуры, в определенные органы, в том числе правоохранительные. А что происходит в судах? Как ведут себя люди в мантиях? В судах все происходит у нас еще интереснее и веселее с каждым разом. Вот, например, Александр Дорогов, он был арестован заочно. То есть следствие представило суду данные о том, что он якобы скрылся из-под подписки о невыезде за границей, чего он сделать никак не мог, потому что, во-первых, подписку он не видел в глаза Александр. Они вообще не знали даже, что кто-то их разыскивает, что, я имею в виду, среди правоохранительных органов повестки никакие не приходили, соседи никаких не опрашивали, никаких удовольствий не выручали. Вот, даже ко мне никто не приходил узнать, а где же мой муж, а вот пусть он придет на допрос, предположим. вот, такого не было. Словом, по Александру следствие представило те данные, которые не соответствуют действительности. Задержаны они были на территории Москвы, то есть Александр ни в какую границу не выезжал, находился на территории Российской Федерации. А почему представили суду данные такие, что он якобы скрылся за пределами Российской Федерации, чтобы организовать заочный арест, потому что в противном случае заочный арест организовать было бы невозможно без этих данных. Но его как-то задерживали прям вообще по-зверски. Собран там. Задерживали по-зверски обоих, их избили при задержании, они не оказывали никакого сопротивления, дорогого получается. В СИЗО уже избили повторно. Первый раз его избили сильно при задержании, повредили спину, брюшную полость, при том, что на спине у него несколько лет назад была операция на межпозвоночных дисках. Вот. Моего мужа Яна также избили уже после того, как он был обезврежен, уже лежащего на полу в наручниках, ударили, ну, били головой об пол. В результате он оглох на одном ухо, до сих пор слух не восстановлен, медицинская помощь никакая не оказывается до сих пор. В общем, пресекли со всей яростью, со всей яростью обрушилось государство на вашего мужа и его коллегу. В отношении дорогого вот такая мера пресечения была избрана заочно, теперь ее очень сложно обжаловать. Первая инстанция жалобу отклонила, надеемся, на касационную инстанцию. А в отношении моего мужа все было еще веселее. Дело в том, что первый арест, первое исключение под стражу выносил ему судья по фамилии Милушев, это супруг судьи Голышевой. Может быть, вы в курсе, Александр, в 2016 году было такое громкое дело по диктофонной записи, когда эта самая судья Голышева, она осудила моего мужа на административный арест дважды, на 10 и на 12 суток и впоследствии была опубликована аудиозапись из диктофона моего мужа, который находился среди вещественных доказательств в кабинете у судьи о том, как она переговаривалась с полицейскими, как бы ей, по какой статье бы привлечь моего мужа, поскольку она не видит оснований. Это все происходило в ее совещательной комнате в процессе принятия решения, но эта судья до сих пор находится на самом посту, до сих пор судит, это судья по уголовным делам, она рассматривает уголовные дела, в общем, выносит приговоры. Это была Мария Котелевская, супруга журналиста Яна Котелевского, которого продажное мусорье, простите, другого слова у меня нет, обвиняют якобы в вымогательстве. Да, да, мы журналисты, мы такие, нас хлебом не корми, дай повымогать у несчастных мусоров денег, да. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok